Фанасинка Анна, 11 лет, Дина Рубина, Беспокойная натура. Кстати, Жан-Желез был полиглотом. Вы не знали? Так вот, он был полиглотом. Я узнала об этом на уроке истории. Наша историчка объясняла новый материал, но никто, как всегда, не слушал. А у меня рефлекс неизнакомая с собой. Стоит мне прочитать или услышать что-нибудь непонятное, то я уже не могу успокоиться, пока не узнаю, что это. Поэтому, получив важное сообщение про Жан-Желез, я бросилась на мирские занятия и задумалась. Мною владела кредитационное беспокойство. Так, ну полиглотом много, это я знаю. А вот глот... Так это же, наверное, слово глотать. Говорят, живоглот. Тот, кто в додать все живым. Так, без гарнира. Итак, полиглот – это тот, кто много глотает. Мне почему-то стало страшно, весело, и пришлось зажать рот рукой и пригнуться к парте, чтобы и старичка не заметила, что у меня хорошее настроение. Она бы и не заметила, если бы не семка сидоров, сидящих переди меня. Он, видимо, почувствовал, что задняя парта крестится, обернулся и, увидев мои корчи, спросил громким шепотом. «А? Шо? А?» И старичка сразу же замолчала. И в классе наступила нездоровая тишина. Но семка! Именно от него я не ожидала такого удара. И, злорадно посмотрев на предателя, я голосом, каким, наверное, разговаривала покойная Монализа, спросила. «Сидорово плохо. Можно его вынести?» «Класс за джалтое удовольствие!» Сема покраснел и упустил ресницы. «Ну, встань и выйди сюда», сказала ей старичка. «Так, понятно, старая пластинка». И, плетясь на середину класса, я рассчитывала только на свой язык. Ну вот теперь мы посмотрим, как ты слушал объяснение, рассказывая все, что ты знаешь о Жене Жресе. «Клавдия Иосифовна, я ведь, если ли, вас смутно помню, что редкость не встречалась? Да, что ж делать? Ну, давай сюда свой дневничок. Придется поговорить с твоей мамой. Сейчас напишет. Ваша дочь безобразно вела себя на уроке». «Безобразно!» «Нет, ну вы подумайте, как будто бы подошла школу». «Дома». «Дома на всю кутушку или телевизор». Папа лежит на диване и, несмотря ни на что, стойко читает газету. Я решила сразу создать атмосферу взаимопонимания, для которой необходима тишина, и выключаю телевизор. Возвращенные в спокойствие в доме уходят бабушка и мама из кухни. Через минуту из кабинета выходит дед. Все они дед на меня насторожено и, кажется, уже что-то подозревают. «А Жан-Джерез был полиглотом!» «Торжественно заявляю я». «Ясно?» «Вполне», – отвечает папа, кратно сладко в газету и обращается к маме. «Поздравляю!» «Кажется, тебя снова вызывают в школу, но тут все на него набрасываются и начинают кричать, что «Какой же невозможный ребенок!» «Что давно следовало меня начинать бить и что все это плодовоспитание моего обожаемого папочки!» «Тише кричит папа!» «Больше всех лет обижается бабушка!» «Сумышевшая семейка», – говорит она, «А все потому, что это негодяйка, единственный ребенок!» После бабушкиной реплики папа с газетой под мышкой убегает спасаться в спальню. Мама твердо следует за ним добивать. И мы с дядом остаемся одни. И больше всего не остается перед ней. Я боюсь под ним глаза, но знаю, что дед такой лед не смокрит на меня. «Ты же мне обещала, говорит он!» «Ты же обещала!» И сам мой дед! Какая же я снигья! Нет, просто ужасная снигья! Я пытаюсь что-либо сказать, но дед спрашивает. «Ну, что ты опять натворила?» «Ты знаешь где?» «Вроде бы ничего особенного!» «А кто такой Жан-Джерес?» «Ну, выдающийся французский деятель!» «Вестящий оратор!» «Убит на выступлениях против войны!» «А что?» «Нет?» «Ничего! Он выдающийся деятель!» «А я не котяки выродок даде!» «Чепуха!» «Я не шутят!» «Просто тебя беспокойная натура!» «Из-за сиреневого абажора вся комната мягкая освещена сиреневым светом!» «В окне я вижу свои сиреневые все доми!» «Сиреневая челка!» «Сиреневые зрачки!» «Сиреневые веснушки!» «По ним катятся сиреневые капли!» «Оставляя сиреневые дорожки!» «Склипывать и шмыгать носом нельзя!» «И это слышат!» «Обийный сиреневый 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 с